На самом деле, ключевой здесь, конечно, вопрос войны с Ираном, которая явно до окончания выборов в Америке и в Израиле не будет, на весну минимум откладывается, а может быть и подальше. Со всеми сценариями вообще что будет, если её всё-таки не состоится, и Иран пройдёт к атомному оружию, о чём уже начали говорить серьёзные комментаторы. Я всё был один на тему завершения режима нераспространения, ну вот у нас теперь уже несколько таких. Что будет, когда просто этот режим кончится в довольно быстрое время? Итак, приговор из уст Евгения Яновича Ирану. Через полторы минуты мы обещали вам рассказать, как что будет. Вот, пожалуйста, диагноз. Слушайте. На самом деле, приговор Ирану, Иран огромная страна с замечательной культурой, древней цивилизацией, у которой интересней инженерия, замечательная медицина, пластическая медицина, одна из лучших в мире, и много чего хорошего. И в этом плане просто надо понимать, что народ, страна, государство, отдельно взятые представители этого государства с разными политическими крыльями, это всё очень разное. Тем более, что в Иране действительно демократия, причём, пожалуй, единственная на Ближнем Востоке демократия парламентская, она исламская, там роль нашего коммунизма, социализма, старых времён, выполняет ислам, там своя вертикаль власти, и вместо политбюро, благодаря принципу Вилая Тайфаких, верховедства религиозного права, сидит толпа Айитол строго ранжированных, и во главе государства, ну, не генсек, как у нас при советской власти, а рахбар, верховные тала, президент там сильно под ним, но при всём том, атомную бомбу они доделывают вот-вот, и хотя тот же министр обороны Израиля Иуд Баракова только что объявил, что задерживаются где-нибудь на полгода по сравнению с тем, что было ещё недавно, потому что, исходя из общедипломатического диалога с Америкой, с Европой, тянут время, и то, что у них уже известно, что есть из расщепляющих материалов, процентов на 20 послали на изготовление разного всякого для медицинских нужд, а понятно, что радиоактивные вещества вы можете использовать в качестве изотопов и для борьбы с раком, и много для чего ещё, тем не менее, понятно, что следующий год, 2013 год, это год, когда у Ирана появляется атомное оружие, точка. Поэтому, когда у нас начинается атомная бомба у Ирана, это срывает все болты на режиме нераспространения. Ну, то есть, там куча разного народа, который работает вокруг режима нераспространения в ООН и у нас, кружится, проводит конференции, говорит о безъядерной зоне на Ближнем Востоке, что уже даже не смешно. Я уже перестал принимать просто участие в такого рода мероприятиях, потому что это как нулевое промелье. Ну, 10 заповедей, а давайте все там, не пожилая осла ближнего своего, я его понимаю, не пожилая жены, невозможно. В этом плане мы будем иметь прорыв в ядерной сфере в достаточно близкое время, и, наверное, где-нибудь в декабре надо будет уже садиться с коллегами, которые обладают достаточным количеством серого вещества и информации, чтобы анализировать такие вещи, и пытаться строить модели того, что будет после того, как нераспространение это рухнет. Ну, невозможно всегда там, да, вот изолировать весь мир от того, чтобы оружие, которое необходимо, чтобы вас не демократизировали, не возникло там, где технологически это возможно. Какое количество стран или десятков стран будут его иметь? Какие носители у них есть? У нас же атомное оружие было в советские времена до уровня дивизий, да, у вас есть и мины, и снаряды артиллерийские, какие проблемы-то? Что вам не надо баллистические ракеты, совершенно не обязательно иметь атомную бомбу, иметь баллистическую ракету, чтобы скидывать её на Соединённые Штаты Америки, чтобы она там летела на другой континент. Да нет, кто вам это сказал? Дальше надо смотреть, какие отношения у этих стран друг с другом, какие конфликты между ними, где, может быть, это применено, условно говоря, потому что мы входим в некоторый новый мир, где Нагасаки и Хиросима могут быть тиражированы. Это есть факт. И надо к этому просто быть готовыми, ну что теперь поделать? Без воплей про 2012, апокалипсис, календарь майя, ай, мы все умрём, ну когда-нибудь всё равно все умрём. Таких тем на самом деле довольно много. Я вообще большой специалист по чёрным прогнозам, потому что мне неинтересно заклинать самого себя, я что, заклинатель змей, что ли, кобра, лежи спокойно, всё будет хорошо. Это любой дурак, можно сказать, всё будет хорошо, ребята, спим спокойно, в Багдаде всё спокойно.